Доброе утро, дорогие коллеги! Приветствую всех на интерстриме трейдеров Utrade TV. Меня зовут Игорь Суздальцев, и мы с вами начинаем программу «Инвестиционные идеи» за сегодня, 18 ноября 2019 года, понедельник. Начинаем новую трудовую неделю. Желаю всем успешной работы. Давайте посмотрим, что нам говорят технические и фундаментальные анализы, и определимся, как же нам жить и работать сегодня, какие тренды с утра понедельника. Ну что, друзья, толкнулся еврик от низов. Наша идея продажи немножко не дошли до нашего тэк-профита внизу. Развернулись и пошли наверх. Крыться жаба душит. Дождусь чего сейчас жду. 1.10.76. Надеюсь, что там мы закроемся. Свопы у меня по проданному евро-доллару положительные. Закроемся, отобьемся и пойдем вниз. И тогда внизу уже на малейшем плюсе будем крыться. Такой торговый диапазон уже здесь сложился. Но евро-доллару жду наверх на 1.10.76. Считаю, что должен удариться. 13 пипсов вниз, постоять большим объемом, заработать. Почему нет? Так что евро наверх. Фунтик, друзья, отбился тоже, мы видим с вами. И стремительно идет к нашей точке открытия. Он практически в плюсе у нас. Он у нас купленный. Здесь своп отрицательный. Купленный фунт отрицательный своп. И поэтому здесь мы должны зайти в ноль. И затем посмотрим, как крыться. Потому что здесь тоже торговый диапазон. Мне кажется, будет разворот здесь вниз. Пока сегодня, да, сегодня в плюсе. Сегодня растем. На мой взгляд, покупать можно. А ценовоориентир очень простой. Мой тейк профит. Он где-то на уровне 1.30. А, вот он у меня тут стоит. 1.30.10 тейк профит у меня по фунту. Поэтому вот такая цель. Мой тейк профит. Это сколько получается? Ну, где-то 60 пипсов наверх жду. Закрою фунтик в плюс. И буду надеяться, что еврик развернется. Пойдет вниз. После этого все развернется. Пойдет вниз. Вот такая цель у меня. Простая, фантастическая. Но я думаю, что все трейдеры такими фантазиями регулярно увлекаются. Доллар, японская иена. И вот назло всем. Вот еврик, фунтик растет. А доллар, японская, то есть японская иена по доллару падает. То есть доллар растет. Вполне верю. Он оттолкнулся от сильной поддержки. Это восходящий тренд. И вполне себе назло рынку может прогуляться наверх. А вот доллар, франк тоже растет, кстати говоря. У нас разнонаправленные движения идут. Доллар по еврику, фунтику падает. По иене и по франку растет. Но поскольку евро и фунт тяжелее, то скорее сломают иену и франк. Поэтому здесь как раз-таки, может быть, я и продавал доллар. Доллар, франк, имея в виду, как опережающий индикатор рост фунта и евро. Доллар канадский, доллар падает. О, вот это разговор, я понимаю. Супричка повалится доллару. Самое время. Север пишет профитного дня. Спасибо, Север, и вам также. Австралийский доллар растет тоже. О, наших-то больше. Растет по доллару-то больше. Вполне себе вижу его наверх. Доллар турецкая лира. Друзья, даже доллар турецкая лира падает. По слабой валюте доллар падает. Значит, провалится вниз все. И посмотрите, четыре последних дня, что творится. Какой узенький-узенький торговый диапазон. Коллеги, единственное, обращаю внимание, на Свисквоте, кто работает, вот этот вчерашний бар, он появляется сейчас каждый понедельник. Это воскресенье, потому что воскресенье открывается теперь, поскольку на час назад время отодвинули, перешли на зимнее время, то теперь получается один лишний бар. У нас в неделе шесть баров. То есть воскресенье с 23 до по европейскому времени, ну а у нас терминал Свисквотбанк, это европейское время, минус два часа от нас, то есть там сейчас 8.26. Так вот, в 23.00 открывается рынок по швейцарскому времени, и терминалы все включаются, начинают работать, начинают котировать, и появляется один бар. Это часовой бар за воскресенье перед полуночью. Но тем не менее, считаем его, естественно, раз он есть, он попадает в график, попадает в графические конструкции. То есть четвертую торговую сессию у нас очень узкий торговый диапазон, куда вырвется на самом деле непонятно, но мне кажется вниз. ДАКС, друзья. Слушайте, три дня стучится вниз и вверх, в узком торговом диапазоне тоже. Какое впечатление, что на этой неделе будет какой-то прорыв. Две недельки как-то так стояли-стояли, вижу ДАКС наверх, S&P 500 пошел, друзья. Вижу S&P 500 наверх, он показался, уже показал 3128, мы ждем 3200. Ну, шикарно, шикарно. Немножко меняется конфигурация, была бы некоторая просадочка относительно предыдущего тренда, но уже сформирован новый тренд. Да, друзья, S&P 500 наверх, на падающем долларе это вполне возможно, на часть денег, ой, другие валюты, часть на американскую фанду. Золото. Вот золото удивляет, откровенно, вообще не понимаю. Ну да, с точки зрения технической, удалились в сильную зону сопротивления. 14,72 развернулись, пошли вниз. Но сейчас на снижающемся долларе, вот смотрите, у нас что, закономерности определяем. Фена, франк и золото ослабевают по падающему доллару. Что за внутренняя слабость у них такая? И в рот та же история. Металлы что-то посыпались, да, получается. И американский сорт нефти, 57,87 в моменте растет, да. Вполне себе вижу наверх, друзья. 58,08 сегодня чуть пониже, да. Чуть промахнулся я. Так, чуть-чуть. 58,05, наверное, точнее, точнее мы показали. Сейчас несколько подсели, но общий тренд наверх налицо. Далее, коллеги, давайте посмотрим, что у нас говорят фундаментальные анализы. Сегодня есть новости очень интересные. Новости Израиль, Иран, Саудовская Аравия, Беларусь. Такие новости прям серьезные. Ну, главная новость дня, конечно, сегодняшняя, которая бурно обсуждается. Произошло это вчера. Ну, вот сегодня все СМИ вернулись, начали обсуждать. Израильские летчики отработали ведение боя с российскими С-400. Это российские зенитно-ракетные комплексы, как вы знаете. Вот. Израильские ВВС совместно с коллегами из США и стран Европы, то есть с НАТОвцами совместными, в ходе военной игры, ребята, вы там не заигрались? Называется еще игра «Голубой флаг». Интересное название. Отработали противостояние российским зенитным ракетным установкам С-400. Мероприятие происходило на аэродроме Увда в Израиле. Прямо на израильском аэродроме они базировались. Ну, сильная история. Конечно, это сразу ставит Израиль, он старается быть нейтральным, как бы. Ну, правильно, дружить со всеми, это грамотная стратегия. Вот. И в данном случае они жестко ставят себя в позиции страны вероятного противника. Вот это очень серьезное действие и для израильских компаний. В общем-то, такое давненькое, я не помню такого. Это очень нехорошо для израильских компаний, потому что наши могут отреагировать и под закрытие эти компании. Что ведение бизнеса со странами вероятного противника, это такое. В России всегда последние 300 лет было опасным занятием. А в нашем бизнесе, тем более, у нас есть и Тора, компания активно работает на Россию, израильская. Израильский медиа-ресурс Forex Magnates, Forex Magnates их по-русски называют, это все израильтяне, израильские компании. Вот. Тут, как бы, ну, во всяком случае, после этой новости я репост новостей Forex Magnates больше делать не буду. Ну, мало ли что. Ну, что там, знаете, наши могут сейчас жестко отреагировать. Тем более, что, смотрите, вторая новость, она не удивляет, она понятна, как бы. Москва и Эр-Еяд, то есть Саудовская Аравия, обсуждают условия вступления в силу контракта по С-400. То есть, саудиты покупают С-400, а израильтяне борются, готовятся с ними бороться. О, как интересно. Дальнейшая новость тоже не удивила. Помните, что Саудовская Аравия хочет сделать IPO крупнейшей в мире нефтяной компанией, Saudi Aramco, это саудитская компания. Вот. И оценивали ее в 2 миллиарда долларов, в 2 триллиона долларов. Я никак к триллионам не привыкну. Вот. Значит, и, ну, загадочным образом, после вот этих всех событий, оценка снизилась до 1,6-1,7 триллиона долларов. То есть, так существенно подснизилась. Понятно, что мировой финансовый рынок, он, скажем так, ближе к Израиле, чем к Саудовской Аравии. И подсадили, подсадили саудитскую компанию на серьезные деньги. Вот. Так, следующая новость, друзья, из Ирана пришла. В Иране на фоне протестов отключили интернет. Причиной стало следующее. Правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза. Опа. Естественно, начались протесты. Ну, естественно, выступил лидер Ирана и связал протесты из-за бензина с происками иностранных врагов. Вот сам факт отключения интернета в связи с внутренними протестами, он очень часто используется в последнее время. Скажем так, есть страны, где настраивают сейчас систему отключения интернета, и это вызывает чувство тревоги. Название страны произносить не буду. Пусть это останется загадкой. Тревожно, тревожно. Потому что если отключают интернет, вы понимаете, весь бизнес, основанный на интернете, ложится сразу. Безусловно. Ужас. Далее, друзья. В Беларуси интересные события. Президент Беларуси в воскресенье сообщил, что президентские выборы в стране могут пройти летом 2020 года. И сказал, что... Ну, он будет участвовать, естественно. Но отметил, что держаться синими пальцами за президентское кресло не буду. Добавил, что покинет пост, если Беларусь отвергнут его кандидатуру. И такое впечатление, что уже начал пиар-кампанию какую-то. Потому что начал критиковать союз России и Белоруссии. Даже усомнился, как я читал комментарии, в достаточно резких формулировках усомнился в целесообразности союза между Россией и Белоруссией. Значит, и резкая формулировка заключается в следующем. Он сказал, как сообщают СМИ, «Нахрена нужен такой союз?» Ну, что какие-то пункты ему не понравились. И такая резкая фраза. Наши тоже могут отреагировать. Господин Лукашенко, вы зря злите российских этих руководителей. Вы с какого он года руководитель Белоруссии? Уже больше 20 лет. И как бы рисковато, рисковато. Друзья, удивила Япония. Отказалась платить 8 миллиардов за пребывание американских солдат. Вот иена сейчас может сильно упасть. Вот сейчас все будет. Доллар будет падать сейчас по всем инструментам, но по иене будет расти. Потому что ничего себе. Это что за вольница-то такая? Вы проиграли, все. Ну, тут они с чем-то, так сказать, не согласились. Дональд Трамп, человек хозяйственный, увеличил выплаты Японии за пребывание американских солдат на 300%. Молодец. Друзья, российские новости. Сегодня оказалась такая большая дата. Два года без IPO. Два года на российском рынке не было ни одного IPO на фондовой дирже. Друзья, ну что, комментарии излишни. Перспективы понятны. Совет директоров Яндекса удивил. Предложил новую структуру управления компанией. Появится фонд общественных интересов, который получит золотую акцию с расширенными правами. Он сможет блокировать консолидацию 10% акций в одних руках. А я не понял, почему это удивляет. Потому что раньше золотая акция была у Сбербанка. Он как бы инвестировал, помогал, контролировал. Вообще были хорошие отношения. А теперь эта золотая акция будет забрана у Сбербанка, отдана этому фонду общественных интересов. Не национальных, кстати говоря. Я только сейчас обратил внимание. Я смотрю, а какие же полномочия получит фонд. А вот обратите внимание, одна одной из полномочий. Согласование возможных партнерств компаний с правительствами других стран, если таковые будут. Оба. Хандекс. Это что вы начали согласовывать партнерства компаний с правительствами других стран? А что происходит? Наши сейчас разозлятся. У Сбера забрали золотую акцию, отдают фонду общественных интересов, который может рассматривать вопросы сотрудничества с правительствами других стран. Слушайте, Яндекс сейчас по-хорошему закроют за такие шутки. Вы что? Вы собрались работать с правительствами других стран? Находитесь в России? Центральный офис в России? Да, я знаю, что есть регистрация БВ, голландская регистрация и так далее. Но вы думаете, что делаете? Тогда из России уезжать надо? Вы сейчас подставляетесь так, что... Не знаю. Мне, во всяком случае, вообще непонятно. Продавайте Яндекс. Вы что? Сейчас до наших дойдет, что случилось. Тут вообще новости выходных. Это прямо такие... Вообще, такого не было никогда. Прямо как будто из ведра откуда-то вылили. Далее, друзья. Ну, понятно, что наши реагируют. Сейчас думают, как глушить вражеские голоса в 2019 году. И обсуждается тема распространения статуса иностранных агентов на физических лиц за сотрудничество с иностранными СМИ иноагентами. Это очень серьезное политическое действие. Я хочу сказать, без комментариев, но это вообще, может быть, главная новость дня. Друзья, чемпионат мира по трейдингу. Ну, Евгений Питерский продолжает удивлять. 47% он убедительно лидирует. Ну что, один из лучших трейдеров мира. Чувствуй. Второй год подряд претендует очень явно на звание чемпиона мира по трейдингу. Ровно через две недели мы объявляем результаты 2 декабря. Так что посмотрим, что получится у его оппонентов. Беларусь ДСВ на втором месте. 32% доходности к депозиту на 15% уступает Евгению Питерскому. Да, это решаемое расстояние. Поэтому смотрим с интересом. Андрей Евграфов продолжает рисковать. Он на третьем месте. У него сейчас минус полтора процента к депозиту. К сожалению, у него было, помните, в середине прошлой недели с плюс 78. Практически гарантированная победа, потому что там уже трудно набрать такой процент. И я кричал в прямом эфире, Андрей, кройтесь, кройтесь. Но видите, вселенная, видимо, была занята, не передала наш посыл. Ну а может быть у Андрея своя стратегия. Так что я, кстати, думаю, что от него будут новости резкие. Ну а чем этот риск закончится, мы увидим. Потому что все трое участников хотят победить. Это очевидно. Далее, друзья, сегодня день рождения у Александра Фролкина, руководителя компании Aves Group. Мы его поздравляем, желаем удачи. Я всегда радуюсь, когда такие молодые руководители. А сегодня Александру исполняется уже 28 лет. Желаем ему удачи, счастья, семейной жизни, успешной. Он женат, чтобы, так сказать, все было хорошо. Ну и, конечно, в работе удачи желаю. И самое главное, желаем ему удачно работать с такими хорошими партнерами, как Ютроид ТВ. И с такими хорошими людьми, как участники Ютроид ТВ. Сам себя не похвалишь, друзья, никто не похвалит. Александр Фролкин, с днем рождения. Давайте посмотрим, что нам говорит монета насчет сегодняшнего дня. Две стороны у нее, buy и sell. Кстати говоря, в пятницу был у нас по графику sell. А давайте откроем WTN. Состоялся buy. Получается 80% положительных результатов на прошлой неделе, что очень хорошо. Причем на предыдущий было 80%, на прошлой 80%. Но давайте посмотрим, что сейчас две стороны buy и sell у монеты. Как она сегодня видит WTN. Ловим, смотрим, волнуемся и видим sell сегодня по... Теперь монеты. Я, кстати, не соглашусь. Я вижу buy. По понедельникам, кстати, монета часто бывает не права. Чаще, чем обычно. Давайте посмотрим теперь вместе с вами, что нам говорят. Макроэкономические индикаторы. Понедельник обычно тихий, спокойный. День аналитики. Глобальных каких-то движений не бывает. Но вот, судя по воскресным, по выходным, фикендерским новостям, сегодня будет понедельник поактивнее. Глобальных новостей нет. Подводим итоги. Коллеги, у нас интересно. У нас растет фунтик и еврик. Но доллар растет по иене, франку и золоту. И вот только что я смотрю, что франк практически отбился к открытию. Как бы ни развернули сейчас доллар вниз по всем инструментам, коллеги. А будьте бдительны, друзья. Доллар может подсесть по всем инструментам. Ну, понятно, основная идея покупка фунта, потому что он у меня купленный. И есть задача поднять его на 60 пипсов. Давайте вместе попробуем ее реализовать. Вот такое дело. Вот предложение. Друзья, вижу, нет проослабления доллара с утра. По-моему, это такое начало тренда этой недели. Давайте смотреть внимательно вместе. И слушать следующих спикеров. Спасибо, коллеги. Всем удачи, хорошего настроения. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok